Всем здарова, с вами Махаун, это мой видеоархив и сегодня настало время в очередной раз вспомнить прошлое и поиграть мне в игрушку Crysis Beat, которая довольно-таки посредственная, честно признать. И вообще я играл в неё в том возрасте, в котором всё было под, так скажем, хорошим впечатлением, то есть заходило только с положительными моментами, не то что сейчас. И поэтому сейчас эта игра наверняка у меня вызовет скорее приятное впечатление, чем неприятное. Здесь нам можно выбрать персонажа, я, как всегда, выберу какого-нибудь очень сексуального парня, который, в общем, седой уже. Ладно, я шучу. Ладно, так, 14.28, нам тут хотят подать какой-то сюжет, но я, честно, сейчас не на этом акцентируюсь, поэтому я лучше пропущу всё. Чёрный экран, это, я уж тоже прошу прощения, это загрузочки такие. Графика здесь доподобная, согласен, но дело в том, что я же говорю, что у меня много хороших воспоминаний, связанных с этой игрой. Это beat em up, который, опять же, довольно-таки посредственный. Ну, сейчас вы увидите его примитивную механику. Позже я хотел бы вам показать игру Fighting Force, которая гораздо круче, чем эта игра. Fighting Force вообще это офигенные вещи, я даже не знаю, почему я в первую очередь решил показать Crysis Beat. Ну, ладно, чёрт с ним, пусть будет Crysis Beat, а потом уже и Fighting Force. Так, ну что, начнётся у нас сегодня игра-то или нет? Вот, да, кстати, тут ёлочки и всё такое, то есть, ну, вы поняли, в тему практически. Если бы я ещё пораньше это заснял, то было бы ещё более в тему. Ну, это у нас такие катсцены на движке игры, экшен. Ну, и теперь уже нам дают подраться, и вообще тут выглядит всё довольно странно и примитивно. Я пинаю только ногами врагов, и где там удар рукой-то хотя бы. Так, это у нас суперудар. И, походу, этот чувачок у нас только ногами пинается, только пинается, видимо, по-разному ещё. Как вы видите, здесь по-разному можно набивать, как мячик врагов, и ничего особо такого крутого пока ещё мы не видим. Ну, разве что можно подбирать предметы и имя кидаться, но я думаю, что в битэмапах более старых, типа Стритс оф Рейдж на Сеге, или Голден Эксах даже всяких, можно было всегда подбирать какие-то предметы, и было бы грех, если бы здесь нельзя было вообще. Кроме того, здесь ещё можно взаимодействовать, надо было это сразу мне показать уже на врагах. Так, окей. В общем, мы тут избиваем определённое количество врагов и перемещаемся в следующую локацию. Насколько я помню, прохождение за каждого персонажа разное, но хотя бы немного отличается. По путям, по которым мы идём, по локациям, да и вообще, по-моему, даже разница в некоторых местах довольно существенная. Тут захват им есть вроде как, и мне бы хотелось попробовать захват осуществить на ком-нибудь. Так, сейчас мы ещё в кого-нибудь кинем эту палочку. Камера здесь, конечно, так скажем, малоудобная, это мягко говоря ещё. Так, сейчас, да, вот, захваты у этого мужика тоже с комбинациями, может быть, есть что-нибудь поинтереснее. Тут есть интересные такие связки ударов, которые можно применять сразу на нескольких врагов, которые там тебя окружают и не дают тебе спокойно жить, хотя, в принципе, здесь механика игры заключается в том, что всех убить. Ух ты, вот, что-то даже интересное смог сделать, хотя, в принципе, даже неосознанно, можно сказать, у меня это получилось. Тут будут враги с огнестрельным оружием и прочие гады, которые не особо честно будут нам бить по роже и стрелять в нас, и, в общем, вы поняли. Так, ну, собственно, уже третья локация на очереди. Сейчас мы попробуем ёлочкой всех расшурять, всех раскрутить. Стули и столы тут вроде тоже можно пинать. Вот здесь появляется ещё и собак в придачу. Тут такие вот немножко наигранные катсцены, ну как немножко. Типа враги подбегают и начинают думать, а стоит ли нам его сейчас бить. Так, вот, сейчас мы одного, правда, надо было сразу же взять и несколько. Вот сейчас я стулом попробую захреначить в кого-нибудь, если у меня получится, это будет хорошо. Да, ну, конечно же, у меня не получилось, и, кроме того, у меня кто-то ещё из гранатомёта зафигарил. Так, как я убил собаку, я не понял. Гранатомёт нам, конечно же, не дадут подобрать. Ну, ладно. Хотя, насколько я помню, тут не только палочки или ножи, что там было, можно подбирать. Так, стол можно? Нет, нельзя. Ладно. Нас тут заставляет идти дальше. Вот, я наконец-то научился применять какие-то предметы, которые на ландшафте располагаются. Ну и, собственно, продолжаем по той же схеме всех мочить. Я всю игру, конечно, проходить не собираюсь, я просто такой небольшой летсплей. Так, взгляд спустя лет... Да уж сколько прошло лет-то, ё-моё. Ну, если прикинуть на вскидку, наверное, лет прошло... В 98-м, может быть, я играл в неё? Или в 99-м? Не хочу врать. Так, где у нас там это? Очередная наша жертва. Тут, кстати, ещё таймер, блин. Наверное, году в 2000-м, может, я точно играл в неё. То есть, это прошло 16 лет, офигеть можно. А то и раньше, чёрт его знает. Вообще, игрушка, конечно, сразу видно, что очень старая. Даже по меркам, так скажем, PlayStation-овских игр на первой Sony PlayStation. Потому что потом на этой приставке были игры гораздо сложнее по механике. Даже такого жанра. Блин, что-то я всю мебель тут решил изшевырять. Ух ты, можно даже стул в руках подержать, нацелиться и потом кинуть. В общем, тут и есть всё-таки какие-то изыски в механике-то. Неплохо. Так. Где очередные наши жертвы-то? А, всё, уже на локацию, на следующую. Ну, тут всё связано. Пока ещё в здании всё. Наверняка сейчас будет за пределами здания всё действие. И, по крайней мере, я буду на это надеяться. То, что разнообразие не подведёт. Так, здесь, ну, вы понимаете, сюжетные сцены, которые на японском, с английскими субтитрами. Слушать довольно смешной японский язык я не буду. Хотя, в принципе, я его смешным так-то не считаю. Просто слышал мнение некоторых индивидов, которые говорили, что японский язык довольно смешной. Иногда там попадаются русские матные слова. Ну, уж я не знаю. Каждый дурой думает в степени своей невоспитанности, так скажем. Так. Мусорку, я думаю, тоже можно нам применить на ком-нибудь. Да, но только если крутить вокруг своей оси. Так, ну... Всё, в принципе, обсуждать даже не знаю, что ещё. Вот поменялось бы более-менее локации по колориту. Но всё ещё мы находимся в здании. Хотя, тут в игре гораздо всё разнообразнее. Насколько я помню, там и за пределами будет, естественно, само собой. И там ещё какие-то интересные локации пойдут. Так, ну, в лифт ещё рановато, я так понял. Да, там ещё... Так, я промахнулся. Через ближайшего урага попал, блин, с арбалетом какой-то мужик. Я такого даже не помню уже. Хотя уже сколько лет прошло, а я... Уже как бы не обязан помнить таких аспектов. Ну, Fighting Force более запоминающаяся игра. Играл я примерно и в Fighting Force, и в Crysis Beat, в эту игрушку. Довольно такое, в совпадающее время. То есть, в одно время и в то, и в другое. Мне вот эта игрушка тоже очень нравилась, потому что тут есть один из моих любимых персонажей. Это тот пацан, который был в кат-сцене, он дрался шваброй в этой игре. И, по-моему, им всех легче было её проходить. Вообще странно, что этим персонажем мы только ногами умеем махаться. Это, конечно, может, и его уникальная, так скажем, особенность. Но немного странно наблюдать подобную картину, согласитесь. До сих пор вот смотрю ещё с самого начала летсплея этого. И думаю, блин, неужели он совсем руками ничего не умеет делать. Он, конечно, умеет кидаться там. Но он держит их в задних карманах. Или где он там их держит? Вообще, нет, он просто, так скажем, расщепирился, блин. Так. Да, тут ещё боссы, кстати, есть. Я забыл, тут, естественно, в каждом этом битэмапе есть боссы. И, насколько я помню, запоминающийся признак у босса у каждого в этой игре, это то, что у него полоска жизни как бы не однослойная. То есть там по слоям и разного цвета сами жизни обозначаются. Вообще интересно, конечно. Вот то, что я точно-точно вот запомнил, это да, это именно вот как у боссов полоски жизни разноцветные, как мне нравилось раньше следить за тем, как они постепенно подыхают, как мы их пинаем. Так, если бы я выбрал другого персонажа, там были бы другие особенности техники сражения. Кстати, надо почаще, блин, юзать эти, как там, приёмчики. Вон тут аптечки всякие. Да, давай что-нибудь новое изобразим. Блин. Ладно, аптечка, кстати, нам пригодилась. Во, давай-давай что-нибудь поинтереснее. Это я тоже уже видел. Давай, давай ещё что-нибудь интереснее. Так, что ты делаешь-то? Да ё-моё, какие-то однотипные всё у меня получаются. Может быть, здесь гораздо больше приёмов. Хотя, чёрт его знает. Так, ладно. Денджер. Надо денджер подобрать. Мне нравится. О-о-о-е! А, вот тут как можно делать. Хе-хе-хе. Денджер, да, это действительно опасно, когда мы подбираем это оружие. Ну, хорошо, что не для нас, а для врагов, собственно. Ну, когда уже всё? А вот дурс-то будет. Когда будет улица? О, ещё в лифте сейчас, конечно. Хе-хе. Так. Или это не лифт? Это лаборатория какая-то. Ну, сейчас стопудово здесь тоже придётся драться. Вот, он уже чувствует, что его застали врасплох. Наверняка это босс. Ой, здоровый дядя. Военный, судя по всему. Ну, ничего. Пока он тут выпендривается, мы ему сейчас напинаем всё равно по башке. Экшн. Ну, тут нам представляют, как будто на самом деле этот... Вот, вот, видите? Многослойная полоска жизни противника. Это тоже интересная такая... Опять же говорю, что это интересно. А-а-а! Вдарил всё-таки по мне. Боссы тут, конечно, блин, мочатся в тупую. То есть, тут тупо их бить, ну, конечно, вовремя уворачиваться от каких-то их атак надо. Но тут никаких особенностей, знаете, типа... Определённые там алгоритмы действий, никаких таких аспектов здесь просто нету. Может быть, мне можно тут чем-нибудь воспользоваться? Или просто тупо его бить сейчас? Да! Хотел его... ...на рожом атаковать. Так, у него, наверное, тут три в целом полоски. И четвёртый уже сам последний. То есть, четыре в целом полоски жизни в босс. Да он тупой, как... Хотя, вон, меня смог ударить, зараза. Он тупой, блин, как бревно, в принципе. Поэтому, так, моментов почему-то фриз какой-то случился. Я прошу прощения, это уже технические неполадки. Наверное, слишком много в чего запустил одновременно с эмулятором. Чёрт его знает. Да, я играю на эмуляторе. Никаких карт захвата, ничего у меня нету. И никаких устройств в записи иных. Чё поделать. Приходится вспоминать таким образом. Ну, именно на видео, конечно. Кто-то, я знаю, кому-то вообще очень не нравится, когда играть на эмуляторах. Типа, качественный контент подобного рода записывается только... ...действительно с телевизора, с приставки, с настоящей. Я тоже это хорошо очень понимаю, но я говорю, что у меня нет возможности, и хотя бы как-то снимать мне хочется всё-таки. Да, текстурки... Ой, тьфу. Ну и текстурки тоже, ну и модельки тоже дают знать о своём техническом уровне. Кстати, пацан здесь и так более-менее ещё сделан. Дядька-то большой у нас состоит из каких-то отдельных частей, и это слишком заметно. Вот этим пацанёнком я очень любил играть, наверное, потому что сам такой ещё был. Хотя, ну, не настолько мелкий, конечно. Ну, здесь ещё плюс стилизации, наверное. Поэтому он, кажется, ещё мельче, чем является. Такс, ну вот, улица. Я обещал улицу, теперь вы её можете наблюдать. Сейчас мы по ней, собственно, будем передвигаться. Какие-то они устройства ставят. Я вообще не знаю, что такое, и на прожектора похоже, но... Мне кажется, это какие-нибудь пушки. Вот тут всякие персонажи. Тут, блин, это всё в японском таком аниме-стиле сделано. Поэтому битэмап сам по себе тоже специфичный. Это другие два персонажа, которых тоже можно выбрать. Я бы выбрал девку, потому что мне девками всегда нравилось играть. Но, к сожалению, мне очень не нравится цвет её одежды. Он слишком, так скажем... Да и выглядит она не особо хорошо. Мне кажется. Так, ну здесь диалоги, в принципе. Я не знаю, зачем я это начал смотреть. Так, ну вот видео-вставку надо посмотреть, которое неправильно встало поперёк всего. Вот, я говорил, что это пушки. И они сейчас будут херачить вообще по вертолётам. Я, конечно, ничего не понимаю, кто кого и зачем. Я просто вспоминаю, как я играл в эту игру. И я в то время тоже ни хрена ничего не понимал, что к чему. Потому что я всё пропускал. Нафиг мне неинтересно было заставки смотреть. Мне надо было набить кому-нибудь морду, конечно же. И... И давайте уже игру, наконец-то, и следующую локацию на улице. Ладно, всё. Короче, полный пипец какой-то там произошёл. И сейчас нам придётся разгребать его плоды, этого пипца. Это вот брифинги такие, насколько я понимаю. И, по всей видимости, эти брифинги — это загрузка. Хотя, может, и эти чёрные экраны — загрузка. Так, ну, приступим, собственно, к разбрасыванию говнюков в разные стороны. У нас есть предметы интерьера. И они нам помогут в этом нелёгком деле. Сразу хорошо всех оформить. Правда, они ещё и не подохли, к сожалению. Хотя, в принципе, если бы они уже после этого... Э, так, это кто такой сделал? Сейчас я вам задам, блин. А, вот этот вот гадёныш с пушкой. Блин, нифига, они так нормально меня начали несить. Хотя это второй уровень, по сути, потому что я босса вот только-только прошёл первого. Значит, это второй уровень. По-моему, логично после босса следующий уровень пускать. Так, они должны сами к нам спуститься, потому что мы в лестницу подниматься не умеем. Наш главный герой, хоть и ловко управляет своими ногами в ударах, но по лестнице он почему-то не хочет взбираться. Ну, это ограничение чисто такое геймплейное, так скажем. Даётся определённая арена и фигачь всех подряд. Блин, уже неинтересно, хочется захват... Да, вот, вот тебе, блин. Думаешь, ты за этим цветком спрячешься от меня? Какого чёрта ты так думаешь? Наверное, глупый просто. Так. Сейчас, сейчас. Погодите, ну, подходите, подходите, не стесняйтесь. На тебе, дурачок. Видимо, не углядел, пока я его товарищей мочил до него, которые на меня нападали, то, что я умею управляться предметами интерьера. Бах! На тебе. Слушайте, а, в принципе, как бы я не говорил, что игра посредственная такая, всё-таки она такая довольно-таки весёлая. Я думаю, кстати, тут вроде на двоих... Да, тут на двоих по-любому... Так, прекратите уже, это уже надоело мне. Тут можно играть на двоих, и... Я думаю, вдвоём вообще гораздо веселее бы она игралась, чем вот в одиночку. Да, мне кажется, тут раскидывать вообще было бы очень весело. Даже мне кажется, что она на двоих рассчитана гораздо больше, чем на одного игрока. Это уж для совсем скучающего индивида, который решил просто задрючиться в приставку и скоротать своё время. Господи, не надо мне столько вот... Ух ты, ни хрена себе. У них взрывные патроны какие-то. Оно прям целые взрывы. Хотя пушки не похожи на Гранта. Хотя, чёрт его знает, я не разбираюсь в оружии. Тем более в том, которое японцы делают в своих играх, оно иной раз представляет из себя что-то совсем неземное, поэтому... О, ещё тут какие-то, блин, с какими-то саблями. Дабл сабли. Мелкие мужики, что ли? Или мне кажется, что они коротышки какие-то? Нет, не кажется. Слушайте, а это вообще... Это вообще люди или роботы? Потому что они роботизируют... Так, мне это уже не нравится. Хватит. Всё, это надо заканчивать. Друзья мои, это совсем нехорошо. Всё-таки этот персонаж мне действительно очень нравится. Несмотря на то, что его удары связаны с ногами. Это, конечно, решение разработчиков, я понять не могу. Уникальность персонажа, опять же говорю, всё понимаю, но... Блин, странно. Это действительно очень странно. Так. Хотя нетипично, знаете, в некоторых играх мы только мечом умеем размахивать. А здесь не мечом, а ногами. Вот эти вот гады мелкие. С мечами. В данном случае... Охренеть, сколько вас здесь. Вот так я сделаю. Кстати, от этого жизни немножко тратится. Само собой, мы жертвуем чем-то ради того, чтобы использовать мощную атаку. Но это логично, потому что неужели нам бесконечно можно будет... Правда, жизни отбавляется очень мало. Может быть, потому что я выбрал самую лоховскую сложность. Чтобы тут не показывать вам, как я умею плохо играть, на самом деле. Игра, кстати... Да, кстати, спасибо большое. Merry Christmas. Рождество, правда, в нашей стране, насколько я понимаю, не празднует. Правда, Хэллоуин даже начали праздновать. Так что, чего угодно можно ожидать. Так, ладно. Всем начинаем надирать задницу. Сразу заходим. Так, мужик решил охладить мой пыл. Но я охлажу его ему взамен, так скажем. Ух ты. А когда мы атакуем одного таким захватом, и все окружающие тоже от этого долбаются, так скажем. Так, либо они сильно удивлены, либо я просто им тоже заезжаю ногой совершенно случайно по роже. Так. Да, кстати, еще ничего не сказал, но вот враги выглядят, ну, совсем квадратно. То есть мы еще не совсем квадратные, мы какие-то на членистоногового какого-то краба похожего, у которого видно, где каждая, так скажем, часть тела отдельно так расположена, так скажем. А враги квадратные. Можно расценивать как стилизацию такую милитари, типа военные дубы там. Хм, не знаю. Да, что-то уже улегся и начал молчать. Может быть это к лучшему, может не особо. Есть. Я думаю, что надо мне нащупать еще пару захватов, потому что... Так. Не дает мне этот придурок на тебе суперудар. Правда, не знаю, зачем я его использовал. Синего я не заделал. Кстати, эти мужики синие похожи на из Вульфенштайн, из... Вульфенштайн 3D на этих фашистов. Реально очень похожи. Даже по расцветке, сами посмотрите. Да, на таких вот, которые помощнее, чем стандартные. Ну, раз вы прямо оттуда бы пришли, значит я вам в этот раз не настреляю, а наваляю вручную. В принципе, они тоже пытаются мне навалять вручную, но поскольку я выбрал изи, значит у них ничего не получится. Я всех раскидаю. Я, кстати, не сомневаюсь в том, что когда мы выбираем легкий уровень сложности, игру до самого конца мы не можем пройти, потому что изи это ограничение не только на, скажем, уровень сложности, но и ограничение по прохождению. В старых играх так частенько бывало. И насколько я смутно припоминаю, здесь так и есть. Хотя я могу ошибаться, поэтому не факт. Тут три совершенно каких-то разношерстных персонажей, и это босс, по всей видимости. И у каждого из него отдельный хелс-бар, и поэтому в три раза сложнее все это. Это, кстати, не я сейчас сделал, это сейчас я возрождался, и этот суперудар, который я могу использовать в любой момент, если у меня есть еще жизнь на него, он используется автоматически после смерти. Так, ну все, они меня окружили. Насколько я понимаю, здесь лучше не поддаваться, так скажем, чтобы меня по кругу не пускали здесь. В смысле не поддаваться, а просто в круг не входить. Блин, что я сейчас и сделал, когда говорил, надо бы, надо вот так вот вам сделать, чуваки. Тут что-то вы обнаглели. Ну, втроем на одного как бы идти. До этого, конечно, тоже на меня целыми толпами шли. В данном случае три босса против одного игрока, это не очень честно. Хоть я и на изи играю. О, ему можно захват сделать. Это уже радует. И может и этому тоже, да? Этому тоже можно захват сделать. Ну, все, я их зажал. И наверняка уже все. Я надеюсь, не... Только хотел сказать, надеюсь, второй континьюм, вторую свою жизнь мне просру, короче. Все-таки, блин, продолбал. Джойстик. Наверное, слышите, как джойстик фигарю. Ну уж, извиняюсь, не особо он у меня тихий. Да я и особо тихие джойстики не люблю. Я люблю, когда чувствуешь, собственно, отзыв от кнопочек. Поэтому пусть будет так шумно. Да, красивый кадр. Но, в принципе, игру я показал, насколько я мог. Я не знаю, есть ли смысл ее проходить до конца. Я думаю, что нету. Игра называется Crysis Bit. В самом начале вы видели тайтл. Она мне, в принципе, до сих пор нравится. Но так как раньше я ее видел, естественно, сейчас я ее не смогу оценить. Я имею в виду то, что раньше она мне действительно очень прямо нравилась. Прямо как какая-то чересчур крутая игрушка. Сейчас я на это уже смотрю с более таким ироничным взглядом. То есть, видите, вот тут уже такая, не знаю, скупая улыбка в сторону графики. Как бы это объяснить-то? Спорные впечатления. Спустя столько времени... Да, на женщину посмотрите, как она вообще выглядит. Ее фигура как бы... Да. А волосы как состоят из трех разных частей. Ну, понятно, в принципе, что. Хотя позже стали делать игры, где стали довольно грамотно маскировать вот такие вот угловатости. Поэтому... Да, поэтому прогресс не стоял на месте. Так, ну, игрушка, в принципе, достойная, чтобы так посмотреть, оценить для любителей олдскульных там каких-то трехмерных игр. В частности, на Sony PlayStation. Но гораздо больше я бы посоветовал всем поиграть в Fighting Force, на которую я позже сделаю тоже такой подобный вэцплей. Если вам понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, дизлайки. Пишите замечания, пожелания, просто комментарии какие-то под видео. А с вами был Махаун Хоррор. Сейчас я посмотрю следующий уровень и попрощаюсь. Здесь тоже другая какая-то локация, тоже похожая на предыдущую. Тут фонтанчик и... И все, наверное, пока, потому что драться больше я не хочу. Мне хочется что-нибудь более интересное посмотреть. Всем пока!